Ульф Кристенссон, очень-очень добро пожаловать! Ульф Кристенссон на сцене! Спасибо. Ну, я был в туалет, по делам. Извините. Спасибо вам огромное. Когда я приехал сюда первый раз, много лет назад, в начале 90-х годов, вообще-то это было немного раньше, чем в начале 90-х. Здесь все еще было коммунистическое правление. Это жесткий режим. И у нас должно было проводиться собрание в здании принадлежащем комсомолу. И каждый раз, когда я приехал, я видел всех этих грустных, печальных людей. Не вас, нет. Но людей в этом здании комсомолу. Они никогда не были счастливы. Они никогда не улыбались. И вот мы начали это собрание, эту встречу. И прямо посередине этой встречи они просто поднялись на сцену и сказали, что все закончилось, отправляйтесь домой. А мы вот-вот собирались молиться за людей. И пастор Алексей сказал мне, что надо заканчивать, так как эти люди сказали, пора заканчивать. А я сказал, почему мы просто не переедем здесь, в парк? Но вам не разрешают это делать. Но мы сделали все равно. И люди пришли. И им было интересно, что же тут происходило. И в своем разуме потому что именно то, что в нашем разуме останавливает и сдерживает нас и когда ты делаешь какой-то шаг, который идет в разрез твоим мышлением что-то ломается. И в тот вечер что-то сломалось. Я знаю, наверняка так было. И эта церковь 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 очень отличающаяся от других особенно от того первого раза, когда я увидел вас. Женщинам нельзя было носить косметику я смотрел очень религиозно все все вы все выглядели очень религиозно в то время. Это действительно так. Но сейчас намного лучше. Пойдя с твоим огнем сейчас. Дух Святой приди сейчас своим огнем. Приди сейчас своим огнем. Приди с твоим огнем. Приди радости с огнем. Протяни свои руки, подними свои руки Его огонь Его огонь здесь для тебя Он поглотит тебя Он будет призывать тебя двигать тобой Он приведет тебя на другое место в твоей жизни Он позволит тебе двигаться далее и далее Он разрушит всякие узлы Этот огонь Это великолепно Это великолепно Это великолепно Пусть твой огонь Он двигается в наших сердцах Благодарю тебя, Иисус Спасибо О, это было много Спасибо 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 Я не буду проповедовать Но я расскажу одну историю У меня есть две истории Долго не займусь Потому что я вижу, вы немного устали Но ничего страшного Две истории будет И к одной из историй я исполню песню Моя мечта Была стать рок-звездой Можно здесь ходить? Я буду здесь ходить Я люблю заглядывать людям в лица Я хотел быть рок-звездой И первую свою группу Я начал, когда мне было 12 лет Я 55 Теперь у меня 55 И я Ужасный человек Все эти американцы Которые проходили Они такие вежливые Они такие вежливые слова И я ничего не говорил Потому что я викинг Я из Швеции И мы такого не говорим Лиза, это моя жена Мы женаты уже 33 года Но это уже что-то Я познакомился с ней Когда ей было 15 лет Я не был спасен Она не была спасена Она была моделью И Рок-звезды, вы знаете, всегда тянутся к моделям Мы всегда дрались друг с другом И однажды я услышал о Боге Я был в школе И там проводились занятия И там было два человека Из пятидесятнической церкви Но этот класс Выглядел таким скучным Я был в школе У Бога всегда есть другой план, если ты хочешь строить свое царство. Ты можешь потратить время в пустую строить свое собственное царство. Ты уже просто выдохся полностью. Потому что ты не хотел иметь силу. Всю силу, которую ты мог иметь, ты сам должен получать. Но когда ты строишь это царство, Сила приходит с небес. Сила приходит. Это очень странно, знаете? Это очень интересно. Потому что я не знаю, я человек, хорошо? Потому что я человек, понимаете? Это значит, что в моей жизни наступают такие моменты, когда я говорю, ну все, хватит. Хватит, все, я устал. Хватит, все, я устал, я не буду. Хватит, все, я устал, я не буду. Хватит, все, я устал. У кого-нибудь было такое? Говорил ты когда-нибудь такие слова? Я могу видеть твою руку, если ты говорил такое. Окей, ты сказал, ну все, спасибо большое. Говорили, значит. Но интересная вещь, смешная заключается в том, что ты утром, когда ты утром, просыпаешься, ты все еще там. Потому что сила, вера. Что-то приходит тебе, когда ты становишься верующим человеком, ты можешь двигаться. И это тогда, даже если ты падаешь, заставляет тебя встать и начинать двигаться. Если я сказал бы вам, как иногда я чувствовал себя, когда я съел вот так вот на столе, перед тем, как я вышел на сцену, вы бы мне не поверили. Потому что вы думаете, что все проповедники, люди как я, мы всегда знаем все. Мы сверхъестественны во всем, что бы мы не делали. Это не так. Это не правда, друг мой. Но, когда ты строишь его царствие, По-шведски, это стих звучит таким образом. Библейский стих приблизительно звучит так. И говорит, вот такую силу ты будешь иметь, как бы, вот в тот день. То есть не на следующий день, А вот именно в этот день. Но это не то, о чем я хотел говорить. Это не то, о чем я хотел говорить. И так я вырос. И в тринадцать лет я отправился в первый свой тур. И мои родители, Им это не очень понравилось. Потому что домой я возвращался всегда в два часа. Когда мне было тринадцать, четырнадцать лет. И они говорили, что ты не можешь заниматься этим. Тебе нужно школой заниматься. Но мне это не нравилось. И поэтому это была первая моя битва с родителями. Мне и мой отец Мы не очень хорошо ладили друг с другом. У меня были очень длинные волосы. И иногда я сидел, и у меня тут Разные вещи в волосах запутывались, В общем, которые я даже не вычесывал из волос. И он просто нудил его голову, И он пасся на дверь и сказал, И он, проходя мимо моей комнаты, Мимо двери моей комнаты всегда говорил, Это не очень хорошо. Но то, чего он не знал, Бог готовил меня Для того, что есть сегодня. Он не хотел, чтобы я шел и учился. Он не хотел, чтобы я шел и учился. Он хотел платить даже за меня за учебу. А я отцу говорил, я не собираюсь учиться. Но мой отец хотел, чтобы я именно этим занялся. И я не хотел этого делать. Я просто хотел играть рок-н-ролл. И я был очень хорош в этом. И становился все лучше и лучше. И мы были на соревнованиях. Но моя жизнь была пустой. Я был пустой. Потому что вот снаружи, у меня была поверхность типа маски. И у многих людей, вот снаружи, как маска. И они здесь краски на эту поверхность наносит. Но внутри Там совсем иная история. Ты очень умело можешь научиться играть в эту игру. И так часто Я встречался с людьми Жестокими людьми Звездами Но когда ты садился с ними И начал разговаривать Ты и эти крутые люди, с которыми ты встречался Ты чувствовал Всю ту пустоту И одиночество Которые просто как бы выходили из-под этого Покрова маски И они притягивались как бы ко мне Они хотели общаться Потому что у меня было что-то Чего не было у них И я знаю это Я знаю это Когда ты показываешь это Я хочу сказать следующее В течение многих лет я видел, как люди приходили ко Христу Но самое действенное, что я видел Заключается в осознании того, что сила и любовь, которые в тебе Влияют на этих людей И притягивают этих людей Притягивают этих людей Потому что мы все создали Для общения с Богом Каждый из нас Ты можешь играть в игру Ты можешь быть крутым У тебя могут быть все богатства мира Но ты можешь быть очень пустым человеком Это так и есть Поэтому Однажды После того, как мы подрались друг с другом Я был пьяный, она была пьяна Там по разным вечеринкам ездили И однажды она подошла ко мне и сказала Все, хватит Давай разойдемся И это полностью разрушило мою жизнь Это было в конце октября 1970 Каменный век Каменный век Ну и к истории теперь О моем брате Мой брат вернулся домой Шесть месяцев до этого И сказал мне, что он принял Иисуса в свою жизнь И я был шокирован Мне было так его жаль в то время И я представлялся, как он сидит в церкви И говорил, ты будешь тратить там свое время Берешься, будет скучно Это ужасно Очень ужасно Но я увидел кое-что в его глазах Это был огонь То, чего не было у меня Ну конечно же, я не говорил, что у меня нет этого огня Потому что я был крутым И я притворялся, что у меня есть все Но, знаете День за днем Находясь под этим давлением Духа Святого Я не буду рассказывать всю историю Это слишком много времени займет Но моя мама стала верующей Моя мама выросла в шведской церкви Вот подобным образом там все происходило Я знаю, что там есть люди, которые делают это Они honest Так поступают, но искренне довольны Но, знаете Вот эти вещи Они ничего практически не значат Если мы не верим Потому что все, что ты делаешь без веры Это грех Так говорит Библия И я читал ее И я смотрел и видел, что моя мама не была счастливой Она ходила в церковь Каждое воскресенье И она исповедовала свои грехи Я, бедная грешница И на следующем воскресенье снова Я, бедная грешница Я, бедная грешница И вы можете продолжать всю жизнь Если тебе это нравится Она не спасет тебя И не избавит тебя Но это не спасет тебя И не избавит тебя Однажды Кто-то сказал ей Тебе нужно родиться свыше А что же это такое? Тебе нужно Пережить Пережить Персону Личность Не религию Не религию Не церковь Но личность Личность И имя Это личность Иисус Но я думал Я думал, что это было Нет Нет У нее этого не было Тебе нужно Это И вот Моей маме Нужен был Иисус Она приняла Иисуса И она начала молиться Она начала молиться за Ульфа Потому что я был диким Я был очень диким Я был жестоким Я бил маму в живот Когда она была беременной Я был очень жестоким Но она продолжала молиться Она молилась Молилась Пожалуйста, Иисус Спаси Ульфа Но я хотел быть рок-звездой И когда она бросила меня И когда она бросила меня Вся моя жизнь просто Пуф Разлетелась на куски Потому что я очень любил ее И я осознавал, что Вместе мы не можем больше быть Ты когда-нибудь переживал Нечто подобное Ты когда-нибудь переживал Нечто подобное Когда человек, которого ты любишь Не любит тебя Это может уничтожить твою жизнь Я знаю людей, которые Убивали себя По таким причинам Молодые люди Много молодых людей Своей жизни Просто отказываются от них сегодня Они действительно делают это В Швеции Там самый высокий уровень самоубийств Во всей Европе Но у нас все есть У нас есть социальная безопасность У нас есть машины У нас есть дома Но систематически Это просто выталкивает Бога Из общества Выталкивает И мы не заполняем это всем Поэтому когда ты вырастаешь Что же ты будешь делать? Что же ты будешь делать? Поэтому давайте веселиться и умрем Поэтому давайте веселиться и умрем Мой брат спросил меня Ульф Ульф Он знал, что я был в плохой форме Он знал, что я был в плохой форме Он знал, что я был в плохой форме И он хотел пригласить меня на встречу Я сказал Ну 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 Да, почему бы нет. Поэтому мы решили в воскресенье, 1 ноября 1970 года через три дня после того, как меня бросила Алис мы собрались отправиться на собрание в большой парк в центре Готенберг. Там было множество молодых людей, которые собирались там. И в тот самый день мой отец подошел ко мне и сказал мне мы можем с тобой сесть рядом в воскресенье и поговорить. И он упрашивал меня, умолял. Но мы практически никогда не разговаривали. Но он предложил мне поговорить с ним как раз в тот же самый вечер в то же самое время когда я должен был идти со своим братом на собрание. Разве не странно это выглядит? Я сказал, извини, папа. Но я уже обещал Хенни, это имя моего брата. Хенни. Ну, это не важно. И мы отправились на это собрание. И там было около 600 молодых людей. И там была атмосфера которую я никогда не переживал ранее. Like the one Like the one That's here right now. When all the Spirit is speaking to you in your heart. Because he's speaking to you. He's a person. It's not me. I'm nothing. I was nothing. And I don't want to be anything. I want to be more nothing. And me and God is working on that. A lot. He's working more than me. So I went to that meeting. And two guys come up. With long hair. And their faces were shining. There was so much love in their eyes. And they said Jesus loves you, man. Jesus loves you, man. I never in my life Seen anything like that. These people were real. It was real. It was not religion. It was real. And I wanted the real thing. I wanted the real thing. I wanted the real thing. I said to God a year before that and I walked home many nights I missed the bus because we'd been out partying and drinking because we'd been out partying and drinking because we'd been out partying and drinking and I was walking home and I was walking home and I looked up at the stars and I saw this sky so enormous and I thought there must be something more than me God if you're real please tell me I want to know and he heard that prayer God always hears prayers but sometimes it takes time and we don't want to wait so we run away and God says hey, hey, hey I'm working on you I'm working on your answer I'm working on it Hey, hey, hey what's happening here? so and they said is there anybody here that wants to receive Jesus in your life? and immediately my heart started to my heart started to boom, 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 boom boom, 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 boom boom, boom, boom two voices one said this if you take this step you will never play rock'n'roll again I never in my life seen a Christian with an electric guitar I never I never seen it I never seen a Christian until that day with long hair so I thought and the other voice says this if you make the wrong choice now, Ulf you are going down you are and it's gonna go fast so my choice was to give up my idol my idol was rock'n'roll and I said okay because I want that what I see in their eyes so I lifted up my hand they came down prayed for me I didn't feel anything really I thought I was going to see angels and you know it's gonna shake something or you know something some kind of strange thing is gonna happen but I didn't really feel a lot of things but I knew and they said when you come home now you have to speak and you have to confess and say I'm a Christian and I'm a Christian Jesus is my Lord so we jumped in the car me and my brother and one brother who became my best friend and we drove me back home and my mother was in the house and she's been praying you know oh Jesus 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 you must save him save him save him save him save him so I opened up the door and I walked in and I said mama I'm saved and she cried and she hugged me and I was saved I was really saved my destiny my destiny was in the right place because we are here my friend a very short time the Bible says our lives is like the grass comes up and it disappears this is just a shell this is a shell this is growing older this is not really me this is what's inside of me that's me and that person and that person goes on forever so my daddy was sitting and playing solitary my father had a whiskey and a cigarette he's a nice man he's a nice man my daddy's a nice man but so I said daddy because they told me I have to confess I said daddy I'm saved just nodded his head and didn't even look at me so I went up to the open fire I took my jacket off I was smoking about 40 cigarettes a day I was a serious smoker and I was biting my fingernails like crazy I had only no nails you know my fingers were yellow all the way up here and my lungs were full of this thing that comes from the cigarettes your eyes my lungs and it's just squashing and squapping inside of me you know this is black brown stuff that you like so much so I stood there and I heard the Holy Spirit but he was not speaking like I speak it was just a silent voice I thought it said you don't need this and I thought I haven't smoked for 5-6 hours and I haven't even thought about it so I took the package I threw it in the open fire I went up in my bedroom I took my porno magazines put them in the open fire and I also threw it in the open fire and I also threw it in the open fire and I didn't have to fight for it it was gone I tried to quit but I couldn't before but now it's a miracle and my vision my vision I started to like people I started to like people is that possible just like this is it possible yes it's possible it's possible it's possible so I called the band leader of my band and he said are you on drugs is something wrong here Jesus you know that kind of thing you know Jesus hallelujah hallelujah I said I'm sober I'm straight and I'm quitting the band I can't do this he said you have one more concert and I do it I do it of course so I brought my Christian friend and he went to the place and I came in a little late you know so they've all been in dressing room and they've been talking about and they were immediately silent when I came into the room and the bass player was looking at me because we were sitting smoking dope and drinking beer many nights many nights I knew he was looking at me because he wanted me to say something okay guys okay guys I just tell you this I'm a Christian I'm saved and this is my new life take it or leave it and the bass player started to cry and the bass guitarist started to cry and the keyboard players laughed at me but I didn't care I did a concert two weeks after she calls me three weeks after three weeks after she calls me she heard through France that Ulf became religious she felt very sorry for me because he saved himself for my sake and in a way it was true so she said I want to see you and you said that you forgot some gloves at our house that's what you said which was not really true but it doesn't matter but anyway so I come to the bus and she looks at me and that's what you said afterwards I saw a different person I didn't see the controlling manipulating nervous Ulf it was another person and we talked and I told her about Jesus and then you said can we be together again and I said no and this is what I said you're not a Christian and I am that's never gonna work but I saw I saw in my own family my mom and dad and I knew it's never gonna work and I knew and I knew that's never gonna work and so it's never gonna work so now if you're in that situation you are there right now then God is Lord over that situation but if you're planning to serve God and marry a person that doesn't serve God you will have problems because when romance disappears when romance disappears and the stars in your eyes all of that disappears reality comes and if you're gonna hold that together you have to walk in the same direction so anyway I said no she just said well what can I do how can I be saved then I said you have to go to a meeting and you have to lift up your hand that's what I said so I looked at the newspaper and I looked and I looked and I was looking for some some English some American stuff you know Swedish stuff was so boring and I looked at the church and I saw there was an American name there or English name and I said let's go there and it was a Saturday so we went to UNI and my friend and his girlfriend and we came to this meeting and they were crazy it was an absolutely crazy church they were just screaming and screaming and screaming it was extremely religious it was Jesus Jesus I got a thing and I was just I was sitting there I didn't even want to look at it I was just holding my eyes I couldn't even look at it I couldn't even look at it so we came out of the place and then she looked at me what is it I want some water and she looked at me and she said I'm saved and she said I'm saved and I said you're not saved you can't be saved I said you didn't lift up your hand and she didn't ask for anything she said I am saved I said you're not saved I am saved I felt something I said no you can't it's impossible and we started to fight and then my friend says if she says she's saved you better believe her you were saved we got married and we have many things that happened in the beginning и было много разных вещей которые происходили с нами в начале нашей жизни because what I didn't know was this God never takes anything from you without giving you something back and so much better намного лучше чем то что у тебя было забрано 4 years after that because I went out in discos and clubs and all places and I didn't have any electric guitar I didn't have a band there were no such thing as a Christian rock band it didn't exist never heard of it so I took my acoustic guitar and I went out and I started to sing and I took songs by Elton John and you know Simon and Golfunkel and I changed the lyrics and the lyrics were very straight I mean you're going to hell that was the strings but that was the lyrics but the music didn't really work you know because when I come to these clubs and I put my acoustic guitar and then it started Black Sabbath Black Sabbath и когда они включали Black Sabbath или ACDC Deep Purple Deep Purple my music didn't really I mean it didn't catch their attention kind of so I thought why not start a band a rock band and then God just pushed me go find the people train them so they can play rock and roll and not the wimpy stuff not the religious stuff and I did and God said this to me you will play all over the world and I said that to the band members and they thought I was a little bit nuts and my family said why don't you grow up and you have two kids I was a postman I was a postman I was delivering letters and I was writing songs I was always writing songs and I had them in notes in my pocket and I was delivering letters and I started to practice I started training and we went out playing and God blessed it and the churches said no this is from the devil this is not God but I didn't care because I saw people cry young people getting saved getting saved I just had a guy it's funny I just had a guy who drove me to the airport in Oslo and he said you know what I were at a concert years back and you were playing and my friend and my friend who was with me he was very sick his leg was short and he had very bad pain in his back and you prayed for him I didn't even know I didn't even know and I didn't know everything I don't even know if I want to know everything I even didn't know I want to know this and I want to know this but what I do what I do what I do it's worth it 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 Jesus saved me and you nothing Иисус спас меня. И я не знал вообще ничего. Я не знал, кто Он. Но Он взял мое сердце. И я влюбился. Я всегда люблю Его. Это я могу сказать с уверенностью. Я всегда любил Его. Ты можешь проходить через боль и страдания. Ты можешь быть очень расстроен и разочарован. Ты можешь даже обраться. Но ты не можешь потерять ту любовь, которая Ему. Не играй Бога за то, что человек сделал для тебя. Не играй Бога за то, что происходит с тобой плохого. Одна из самых величайших сил, которая может достаться человеку, это прощение и быть прощенным. Халлелуя. 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 И ты можешь себя сопоставить вместе со мной. Это моя история. И это правда. Это истина. Это Иисус. Если ты не знаешь Его, ты можешь узнать Его. Ты можешь узнать Его. Ты можешь узнать Иисуса. И вообще-то ты можешь быть спасенным. И это может произойти прямо сейчас. В этот момент. Давайте поднимемся все. Если ты хочешь принять Иисуса, если ты хочешь принять Его, если ты хочешь, чтобы Он вошел в твою жизнь, сегодня твой день. Это твое время. Сейчас. Я не могу видеть тебя здесь. Но Он здесь есть. Он сказал мне следующее. Где ты, там и я. И есть множество людей здесь, которые верят в Него. Я хочу, чтобы ты сейчас вышел со своего места и прошел сюда, к сцене. Выходи сейчас. Выходи сейчас. Пожалуйста, выходите сюда. Пожалуйста, выходите сюда. Пожалуйста, выходите сюда. Пожалуйста, проходите сюда. Вы не должны быть молодым. Вы не должны быть ни кем, в принципе. Вы не должны быть ни кем. Вы должны быть просто ты. Пожалуйста, выходите сюда. Я знаю, что есть больше людей здесь. Пожалуйста, выходите сюда. Становись здесь. Будь смелым. Пожалуйста, выходите сюда. Пожалуйста, выходите сюда. Выходите, приведите сюда. Выходите. Выходи сюда, где есть мир и свободу. Пожалуйста, приходи. 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 Пожалуйста, приходи. Приходи. Субтитры делал DimaTorzok Отдай свою жизнь к царю сегодня. Пожалуйста, приходи. Пожалуйста, приходи сюда. Потому что тебе нужно. Тебе необходимо. Перемены в жизни. Тебе необходимо. Да, тебе необходимо. Перемены. Тебе необходимо. Перемены. Тебе необходимо. The king. You need. King Jesus. Glorious. So wonderful. So full of compassion. So full of love. Jesus. Come to the place of grace. Come to the place of forgiveness. Come to the place of grace. Come to the place of forgiveness. Come to the place of forgiveness. Get your burdens here. Leave your burdens here. Leave your burdens here. Leave it here. Leave it here. Never again. Never again. I'm a new man. I'm a new man. I'm a new person. My old life is gone. It's gone. It's gone. Cast in the river of forgiveness. It's gone. In the river of forgiveness. Thank you, Jesus. Hallelujah. You want to pray after me? You can mean it from your heart. От всего своего сердца произнесите эту молитву. I mean it. Действительно. Jesus, I want you. Скажите, Иисус, я хочу, чтобы ты пришел в мою жизнь. Не надо бояться. Pray after me now. Просто помолитесь вместе со мной. Jesus. Иисус. I surrender. Я отдаю себя. Я отдаю себя. Я отдаю себя. Тебе. С этого момента. Я принадлежу тебе. Если я умру завтра, я отправлюсь на небеса. Я отправлюсь к тебе. Благодарю тебя, Иисус. За твое прощение. Очисти меня. Очисти меня. Своей кровью. Прости меня. Прости все, что я делал. Все, что я делал не так. Все, что было грехом. Прости меня. И я прощаю. Я прощаю. Тех, кто согрешил против меня. Я прощаю их. Благодарю тебя, Иисус. За твою радость. За радость в моем сердце. Аллилуйя. Аллилуйя. И сейчас, я спасен. Я спасен. Я спасен. О, Дух Святой. О, Дух Святой. О, Дух Святой. Дух Святой. О, Дух Святой. О, Дух Святой. О, Дух Святой. Дух Святой. О, Дух Святой. О, Дух Святой. Дух Святой. Он забирает весь твой страх. И он забирает твою боль. Это новый день. Все старое прошло. Это новая жизнь. Ты принадлежишь Иисусу. Да, ты принадлежишь Иисусу. Иисусу, Спирит, Дух Святой. Ты хочешь быть спасен? Окей, извините. Ты уверен, что ты спасен? Пожалуйста, пройдите сейчас. Вот за этим моим другом в красной футболке. Он хочет побеседовать с вами и объяснить вам. Да! 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 Я буду петь песню. Нет? Это будет еще одна песня. Я хочу... Да, я тебе скажу. Я сейчас пою песню рок-н-ролла. Это песня... Это песня... ...из inspired by a man... ...на эту песню, на написании этой песни вдохновил меня человек один... ...который сказал однажды фразу. Ты счастлив, что ты спасен? Ты счастлив, что ты спасен? Я счастлив. Но самое лучшее еще впереди. Это наш день. Это день Царствия Божьего. Эта песня Атакуй ад и размножай небеса. Населяй небеса, другим словом. Атакуй ад и населяй небеса. Субтитры сделал DimaTorzok 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 I just couldn't sit there Субтитры сделал DimaTorzok So I stood up on the chair And I started to preach Jesus Christ Yeah Talked about the real life Talked about the real king And they said we had been waiting Been waiting for the real king Yeah 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 The power of God Made the whole place Rock and show Oh 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 Heaven or hell Is it choice every king's got to make 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 Yeah Yeah Come on Come on Let's plunder Hell The populated Come on Come on Let's plunder Hell Immaculate Heaven Rock We are storming against our hands Yeah 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 Come on Come on Come on Let's plunder Hell Immaculate Come on Come on Hey hey Let's plunder Hell Immaculate Hell Run Come on 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 Let's plunder Hell Impopulate Hell Come on Come on Come on Let's plunder Hell Immaculate Hell Let's plunder Hell Immaculate Hell Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но это очень важно, что я сейчас скажу Я жил в Америке в течение трех лет Мне и моя жена и наши двое младших сыновей Мы отправились в Америку И мы вернулись в прошлом году И мы вернулись в прошлом году В Швецию Я не хотел возвращаться туда Я хотел, чтобы мы остались в Америке Потому что, знаете, там богатеют быстро и так далее Я шучу, шучу, шучу Но я вернулся домой Ну, я вернулся домой В Швеции это называется закон Вот типа замкнутости И это очень близко Он соединен с общим социализмом Придумано человеком данное Придумано человеком данное Для того, чтобы создать хороший мир Но без Бога И мы не можем этого сделать Потому что он не может сделать Потому что он нет Потому что он нет Мы не умны Он не достаточно умны Нам нужен он Я видел это Я был шокирован И я спросил Богу Почему ты вернул меня сюда обратно? И я пошёл Мне стало очень грустно Because I saw God's name was spoken so bad in television. People were mocking. And nobody would say anything. And there were some small вещей. But the people who could have said anything, they didn't say anything. Because they wanted to please man. So I was shocked. And I said to God, I want to go back. And we went back actually this year for a month. Yes, to America. When I went back to America, I knew I had to go back home. When I came back home for the first time, this was on the news. A pastor, 65 years old, white hair, in the Pentecostal church in Sweden. He finally, one day, had enough. He had enough. So he started to pray. And he started to pray. Because he started to pray. I must say something. So he stood up in his little church. 50, 60 people, and he invited media. You have to come to hear this message. about a year, I think, before that. The Swedish government filed for a law that basically says you cannot preach freely out of the Bible in your church. It's like communism. It's like Christophe. Christophe. The man with a shoe. We will kill Christianity. Yeah. So he was, somebody heard this sermon. The organization for, let me see how I can put it in English, RFSL. The organization for sexual equal rights. because he stood up in his church and he said this. Homosexuality is not accepted by God. He loves people. He loves homosexuals. as he loves the heterosexuals. He loves everyone. But he can't compromise on his way on his brother. He can't compromise on his brother. My cousin, my cousin, my cousin, my cousin, died in AIDS from homosexuality. In Sweden, there are many people, maybe not so many, but there are people battling this. And I must say this, shame on the church. Because we've been afraid of these people. It's almost like love stopped at that line. We really don't know how to talk. But that's another story. But this man was brought to court. And he was condemned for one month in prison. Three months. No, actually, he was condemned the first trial. He was condemned. So they overruled it. That's what they call it in English, I think. And there was a second trial in a town called Jönköping in Sweden. And by that time I came home to Sweden. And I was surprised. very few leaders in Sweden stood up behind and backed him up. Actually, there were people that were not Christians that backed him up more than the people from the church. I know, because I'm a rebel. I have to do something. and I have to do something. I have to do something. So, we brought people we had. My son, one of my sons, my daughter, friends in our prayer group, we were about six, seven people. We went down to the court room. And there came some other Christians too. I went to three churches, four churches before that. And I said, let's come together and stand outside the court room with a sign that says three things. Protect freedom of speech. Because they like to speak about that a lot. But as soon as you say something that is not politically right, they shut your mouth. Freedom of religion and protect the democracy. that's what we stood with. And we had some other friends that came. Not one single religious leader from the churches came to this court. But there were about 250 people coming. So they had to prepare a separate room on the other side of the street with cameras and things. And there was a lot of people from the churches but they didn't want to show their faces. So when I came into the courtroom I came up to pastor O'Kee Green. And he knew who I was. So I said Hi, O'Kee. Ulf, are you here? He was so happy. Wouldn't you be? I wouldn't be happy. And he went into that courtroom and I said we're praying for you. We're behind you. This is wrong. I was in that courtroom and the prosecutor had nothing to come up against him. He was so poor, so weak. So when the result came from that trial, they freed him. They freed him. Two months after the prosecutor overruled it. I want to take it up to the highest court in Stockholm. And that's where all these organizations lesbians, homosexuals, pride festival, all of that is taking place. And this is going to be in this fall. This is going to be this fall. and I hope that there will be some people that are bold enough that have some guts that doesn't play the game to save their own skin like they did with Jesus when they're condemning him. Herod and Pilate and all of these people were just throwing him, you know, we don't know what to do with this because, I mean, we're going to say, I'm going to have to say my position, my, you know, position, 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 position is only meant for giving people freedom. That's what it's meant for. That's what it's meant for. That's the purpose of it. And if you don't give them freedom, you better step down. Because God is powerful enough to remove kings and exalt kings. Because God is God. Revolution. This is Christianity, my friend. Yes, and that's what they say in Sweden. No, 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 we can't do this. We can't talk about this. This is you. No, 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 don't talk about it. Don't talk about it. We're supposed to win people. We're supposed to love people. We're supposed to love them. We're supposed to love them. So I used to say this. Okay, give me an answer for this. When Jesus went into the temple, and he made himself a whip, and he started to kick down the tables. And that money was just flying all over the floor. And he started to win them. And he kicked them out. And the temple, what's that love? What's that love? Yes, because it was Jesus. Well, I'm his ambassador. I'm his ambassador. I don't say I'm Jesus, but at least I can do some of what he did. And he is the truth. He is the truth. So this is, I'm going to leave you with this. Next time I come, I have so many stories, because of my heart, but we're not going to do that. But what I say is this. This trial is going to be, and that would be, there is one more place if they condemn him in Stockholm. And I tell you, these groups are militant. They are militant. There was one guy coming up to me when I was standing there, and he had a t-shirt, and he put it up in my face. And it said homophobe. 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 Which means homophobia. And I came from America, I didn't really know what it was. You know, what do you mean? What do you mean? I said. And he kind of smiled at me, you know, like putting me down, and he said, you want to buy this one? You want to buy it? And I said, you need money. I have some money I can give you. And he turned his back, and he walked away. I've seen people changing. I've seen people very militant. If you reach them, if you talk to them, wisdom from heaven, tears of crime. These people are not my enemy. The devil is my enemy. But I cannot. As long as I'm alive. I can't move. I can't move. I have to stand. Before I close, do you know, how much power it is to just standing? Do you have the slightest idea, how powerful it is to just stand? You don't have to take a step, but you just stand. Oh, it's powerful. It's powerful. It's so much power. You can stand there. I don't know what to do with you. We've got to move him away, get him away, get him away, get him away. Get him away. Stand. Aplausos. 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 Брату Ульфу Во-первых, за его свидетельство Давайте специальные аплодисменты сделаем Мы благодарны за эту честность За эту искренность За эту откровенность Которая нас накрывает с головой Я горжусь тем, что В числе наших друзей находятся такие Радикальные, огненные люди Напоминаю, 55 лет Кто-то в 25 уже конченый старик Кто-то в 23 конченая старуха 25 начинающий, молодой, энергичный Перспективный и помазанный Божьим Духом Служитель Вот на таких стоит история Вот такие пишут историю И мне очень приятно видеть, что эти годы Не высушили Годы не отправили на пенсию На самом деле мы только начинаем И мы благодарны за эти радикальные песни И я касаюсь последнего пункта О чем шла речь В трех словах Пастор Пятидесятнической церкви Оки Грин Только за то, что он со своей кафедры В своей церкви Назвал гомосексуализм Болезнью общества С которой нужно бороться Только за эту дефиницию Его отправили в тюрьму Потом освободили сейчас пересмотр И друзья, на карте стоит судьба христианства Я точно знаю Если святые не осудят беззаконие Беззаконие будет судить праведность и святость Вот для чего мы организовываем вот такие конференции И говорим Господь, да приидет царствие Твое Царство праведности Царство святости И царство справедливости Ибо, если не придет царство Божие На нашей земле поднимется Царство нечестия Царство беззакония Правительство Где на ключевых позициях Будут стоять нечестивые люди Гомосексуалисты Которые превратят наши города В Содом и Гоморру Но церковь, которая находится На этой земле Является тем фактором Который останавливает Это нашествие Это движение И мы здесь для того, чтобы сказать Стоп! И мы говорим здесь, друзья Для того, мы здесь собрались Не для того, чтобы развлекать друг друга Мы собрались сюда не для того, чтобы демонстрировать Чем мы оригинальные Мы собрались сюда, чтобы взять будущее своей страны В свои руки И сказать Дьявол! Убери руки от судьбы этого народа! И плевать мы хотели на твои басни Об отделении церкви от государства! Мы собрались сюда, чтобы тебя, дьявол Отделить от нашего государства! Чтобы отделить тебя Вместе с твоим Гомосексуализмом Окультизмом И всякими другими проклятиями Вместе с твоим